МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нурсултан распорядился пускать на свадьбы только молодежь, а к сокалам и коррупционерам вход заказан. Начало сезона. В Бишкете состоялся первый весенний политический митинг, собравшийся требует изгнать из системы запятнавших свою репутацию судей. Революции были весной обычно, но вопрос заключается в том, что оппозиция должна работать системно и постоянно, независимо от времен года. Пять предложений. Нурсултан Назарбаев созвал вместе две палаты парламента и предложил облегчить жизнь трудовому народу. Депутаты в восторге. Президент последовательно, по возможности, реализует именно путь к истинно социально-ориентированному государству. Мистер Олимпия. Молодой узбекистанец выиграл в Агайо престижный конкурс по культуризму и обнялся с самим терминатором. И теперь подробности. Президент Узбекистана Шавкат Мерзиёев снова обрушился с критикой и угрозами в адрес чиновников. На этот раз президент запретил госслужащим посещать свадьбы и прочие торжества. Уклонистов пообещал посадить в тюрьму. Редакция Озотлика получила аудиозапись. На ней отчетливо слышно, как президент заявляет о необходимости упорядочить проведение свадеб. Мерзиёев считает, надо регламентировать количество гостей на торжествах максимум до 150 человек. Бракосочетание должно проходить в один день и только с участием молодежи. Пожилые смогут присутствовать лишь на помолвках. Разъяснительная работа по упорядочению свадеб, считает Мерзиёев, не дала результатов. И поэтому он был вынужден издать постановление. Ни один чиновник, включая меня, не будет посещать дни рождения и свадьбы. Все, те времена уже прошли. Все это раздражает людей, вызывает их гнев. Подобные торжества и свадьбы будут проходить без участия высокопоставленных чиновников. Премьер-министр идет на свадьбу со всеми своими заместителями. Все стоят. Ты вместо этих 20 килограммов мяса, потраченных на свадьбу, лучше помоги бедняку покрасить дом, купи ему телевизор. По словам Мерзиёева, он вынужден запретить проведение роскошных свадеб и посещение чиновниками торжеств для искоренения коррупции, которая, цитирую, поразила все слои общества и широко распространила среди чиновников. Конец цитат. Насколько верны утверждения узбекского президента, мы спросим у политолога, директора Центра исследований проблем Центральной Азии и Афганистана, МГИМО, Андрея Казанцева. Андрей, здравствуйте. В Международном индексе восприятия коррупции за 2017 год Узбекистан среди 180 стран мира занимает 157 место, ну где-то там в хвосте. Скажите, пожалуйста, как именно новое ограничение может повлиять на уровень коррупции в этой стране? Безусловно, сами по себе предложенные меры на уровень коррупции не повлияют, но здесь важно обратить внимание на то, что они идут в контексте целого ряда системных мер Мерзиёева, которые связаны действительно с мерами по борьбе с системными причинами коррупции. Среди них я бы назвал большую гласность принятия решений, отпуск политических заключенных, тех, кто занимался ранее политической коррупцией, налаживание связей с рубежными странами в сфере экономики и отстранение от власти, ну вот, ряда силовиков, которые, согласно мнению многих экспертов, были вовлечены в коррупцию. Поэтому, если сами по себе эти меры рассматривать, то, конечно, они к снижению коррупции не приведут. Но если брать это как элемент системы мер, то здесь можно заметить движение в позитивном направлении. Ну вот данное конкретное решение, как вы думаете, ну это больше на популизм похоже, так получается? Ну, здесь элементы популизма есть, и здесь есть все-таки элемент такой, знаете, восточной специфики, потому что, действительно, свадьба для жителя Узбекистана типичного, это достаточно важное событие, и размер затрат на свадьбу, действительно, зачастую очень велик. Поэтому, конечно, надо просто учитывать национальную степенность. Где-то это даже меры социальной поддержки населения. То есть, Берзиёев, грубо говоря, выступает против свадебных генералов на свадьбе. Понятно. Не кажется ли вам, что вот этот запрет, это ограничение в каких-то определенных правах людей, чиновников, в частности, может, стоило бы сократить чиновничий аппарат, но зато разрешить им ходить на торжества или на свадьбу? Ну, тут я, безусловно, согласен. Я и сказал, что сама по себе эта мера, безусловно, не является антикоррупционной. Она может рассматриваться как элемент в системе борьбы с коррупцией, которую Мерзиёев пытается выстроить. Но это вот, вы знаете, как Пётр I в своё время резал бороды боярам. Это, конечно, можно рассматривать как заявление мусоритаризма. Но это, с другой стороны, всё-таки был элемент его политики, направленный на модернизацию. Мерзиёевым можно сказать так. Если рассматривать все мер, которые проводят в стране, то, безусловно, это несколько странно. Если рассматривать всё это в комплексе, то пока я вижу за последний год продвижение в позитивном направлении. Андрей, и ещё такой вопрос буквально в 20 секундах. Скажите, пожалуйста, в Таджикистане есть аналогичный закон об упорядочении свадебных торжеств и прочее. Какие там есть результаты? Может быть, вы расскажете, знаете об этом что-нибудь? Ну, я не исследовал специально этот закон, но я ещё раз повторяю, что сам по себе этот закон к снижению коррупции не приведёт. И, насколько я знаю, по Таджикистану снижение коррупции после принятия аналогичного закона не произошло. Поэтому, я ещё раз повторяю, мы можем позитивно оценивать именно тренд последнего года. Если мы в этом контексте это воспринимаем, это позитив сам по себе закон, но это некая такая экзотика. Андрей, большое вам спасибо. Всего доброго. В Кыргызстане с наступлением весны начались первые митинги. Сегодня в центре Бишкека прошла демонстрация. Её участники требовали проведения судебной реформы. Митингующие даже составили чёрный список судей, которых они обвиняют в исполнении политзаказов. Всего на собрание пришли более 200 человек. Эту акцию организаторы называют разминкой перед большой демонстрацией 7 апреля. Джбек Бегалеева выслушала требования собравшихся. Старую площадь Бишкека организаторы выбрали не случайно. Сюда не так давно переехал Верховный суд Кыргызстана. Главные лозунги протестующих относятся именно к служителям Фемиды. Да, вот Воронцова, она невзирая на то, что есть трудовое законодательство, она до 10 рассматривала, например, дело Соляновой. Ралу Кулов вообще не просто арестовал здание НТС, но и сказал запретить использовать. То есть там был виден вот этот политический контекст. Таких судей правозащитники насчитали больше двух десятков. Чёрный список Рита Карасартова вместе с другими юристами передала в аппарат президента. На сегодняшний день мы можем только добиться небольшого очищения. То есть если в Верховный суд придут те, кто политические заказы выполняли, Верховный суд – это та инстанция, которая должна рассматривать, может быть, ошибки судей нижестоящей инстанции. Мы не можем их допустить к Верховному суду. Тогда они устроят полный хаос. Всего на митинг пришли около 200 участников. Кроме проведения судебной реформы, люди требуют и отставки силовиков, главгенпрокуратуры и Госкомитета безопасности. От Старой площади демонстранты двинулись в сторону Центральной площади Аллаток, где долгое время не проводились какие-либо крупные митинги. И здесь демонстранты слились с толпой празднующих День национального головного убора Ак-Калпак. Вот их здесь тоже около нескольких сотен человек. Променять праздничное гуляние на участие в гражданской акции никто не захотел. И демонстранты двинулись дальше к зданию администрации президента. В этом же здании работают и депутаты парламента, но никто из них протестующим так и не вышел. В аппарате президента на митинг также не отреагировали, хотя его организаторы пока поддерживают Суранбай Джейнбекова. В своем выступлении Суранбай Джейнбеков опирался на народ. Он не раз заявлял о том, что только силой общества в целом мы можем эту ситуацию искоренить. Мы этот посыл, месседж от президента услышали, и поэтому выражаем готовность к тому, чтобы сотрудничать с властью. Речь идет о недавнем выступлении Суранбай Джейнбекова на заседании Совета безопасности Кыргызстана. Сразу после жесткой речи президента в отставку отправился глава антикоррупционной службы Госкомитета безопасности. Так что теперь оппозиция ждет продолжения чистки. Первый митинг с наступлением тепла организаторы называют разминкой перед большой демонстрацией 7 апреля. Именно весной по традиции в Кыргызстане начинается активизация политической жизни. Можно сравнивать, конечно, революции были весной обычно, но вопрос заключается в том, что оппозиция должна работать системно и постоянно, независимо от времен года. Мы помним, что президент, когда был кандидатом в президенты, одно из самых главных своих предвыборных обещаний – это борьба с коррупцией. Как Суранбай Джейнбеков будет бороться с собственными соратниками – непонятно. До того, как стать президентом, он сам больше года руководил правительством. А ранее, много лет подряд, был главой одной из областей. Джейнбек Бегали, Вазат Антымаков, Настоящее время, Азия, Бишкек, Кыргызстан. Президент Казахстана представил на совместном заседании Палат Парламента пять личных социальных инициатив. Это первое за последние несколько лет – прямое обращение лидера нации Елбасы, связанное с реальными социальными реформами. Президент официально признал доход двух миллионов казахстанцев ниже 200 долларов в месяц. Какие еще социальные инициативы озвучил Нурсултан Назарбаев, Айнур Коскин расскажет. О повестке дня срочно созванного совместного заседания Палат Парламента не знали даже депутаты. Пользователи социальных сетей высказывали свои предположения. От очередного внесения изменений в Конституцию до отставки правительства. Нурсултан Назарбаев, как всегда, удивил всех. Представил пять социальных инициатив президента. Первая из них – льготная ипотека под 7% годовых на 25 лет с 20% первоначальным взносом. Национальную банку необходимо создать специальную компанию, которая привлечет не менее 1 триллиона тенге и направит на выкоп новых ипотечных кредитов, предоставленных банками на высшеназванных условиях. Президент также пообещал увеличить число государственных грантов на обучение в высших учебных заведениях и обеспечить всех нуждающихся студентов с жильем. Для тех, кто хочет открыть свое небольшое дело, Ельбаса предложил увеличить объемы льготного микрокредитования, в особенности для сельских жителей. Назарбаев также распорядился снизить налоговую нагрузку на граждан, чей доход не превышает 188 долларов. Снизить их налоговую нагрузку 10 раз, то есть оставить только 1%. При этом необходимо, чтобы высвобождаемые средства от такого снижения были направлены на увеличение оплаты их труда. Экс-сенатор Уалихан Кайсаров говорит, что президент впервые официально признал, что более 2 миллионов граждан Казахстана имеют столь низкий доход. А как всегда быть с тем, что у нас помпезно, всегда говорили, что средняя заработная плата составляет чуть ли не 700, не 600 долларов, например, да? Где же? Получается, что каждый третий человек в Казахстане получает заработную плату ниже 80 тысяч тенге. Почему эти реформы решено проводить именно сейчас, когда часть национального фонда, куда стекаются нефтедоллары, находится под арестом, а бюджет переживает не самые лучшие времена? На этот вопрос ответили парламентарии. Именно треск национального фонда позволил нашему государству два кризиса пройти. И это надо и не останавливаясь развиваться, строиться и так далее. А почему сейчас? Потому что президент последовательно, по возможности реализует именно путь к истинно социально ориентированному государству. Независимый эксперт Уалихан Кайсаров мнение депутатов не разделяет. Рейтинг президента упал до самого низа. Особенно это было связано с земельными вопросами. И второе, это связано с состоянием коррупции в стране. Я думаю, что президент и его советники, наверное, поняли окончательно, что последний рубеж, который он читает, что может поднять его рейтинг. Завершая свою речь, Нурсултан Азарбаев предупредил казахстанцев о нестабильной ситуации в регионе. Стоит отметить, что президент не стал соблюдать своих же собственных правил, ввести заседания на государственном языке. Большая часть его выступления звучала на русском. Айнур Коскина, Ержан Амирханов. Настоящее время Азия, Казахстан, Астана. 5 марта 1953 года. Ровно 65 лет назад ушел из жизни второй правитель Советской России. Отец народов, победитель во Второй мировой войне, диктатор и создатель небывалой в истории репрессивной системы собственного народа генералессимус Иосиф Сталин. Вы видите уникальные кадры. Единственный негосударственный видеопохорон Сталина на свою личную камеру снял майор американской армии Мартин Манхов. Он работал в СССР 50 лет. Эти кадры пылились в заброшенной мастерской. Ранее большая часть, если не 100%, посвященных похоронам Сталина видеоматериалов, основывались на кадрах, которые сделали советские госагентства. На хронике Манхов, а он отснял ее на цветную кинопленку, видно, как сотни солдат в бушлатах образуют длинный коридор, по которому на Красную площадь выносят гроб с телом Сталина. О том, кем был Иосиф Сталин для государства и в целом для республик Центральной Азии, об этом мы поговорим с редактором Радио Свободы Мирхатом Шарибжаном. Ну, первое, что приходит на ум, когда мы говорим о сталинской политике в Средней Азии, это Алжир, Акмолинский лагерь жён земельников Родины. Это территория, которая находится недалеко от сегодняшней столицы Казахстана. Это была часть большой системы ГУЛАГа. Она была, в принципе, на том же уровне, что и Магадан, и Колыма. Здесь печально известный Карлак до сих пор много людей посещают, там остатки вот этих всех бараков. А вот это всё, что оставил Сталин для того, чтобы мы не забывали об этих годах. Это первое. Второе, ну, кроме этого, Средняя Азия как раз была территорией, куда сгонялись, ссылались целые народы. Это и корейцы Дальнего Востока, это и кавказские народы, чеченцы, ингуши, балкарцы, карачаевцы, крымские татары, немцы по Волжье. И здесь, в общем-то, ну, и это в советское время называлось лабораторией дружбы народов. На самом деле это можно назвать, ну, настоящим таким иллюстрацией тюрьмы народов, на самом деле. Конечно, эти все народы вместе строили Казахстан, Киргизию, Узбекистан. И многие из них остались на этих территориях, но все помнят, каким образом их потомки вот оказались именно на этих территориях. Смотрите далее в нашей программе. Мистер Олимпия. Молодой узбекистанец выиграл в Агайо престижный конкурс по культуризму и обнялся с самим терминатором. В прошлом году в Таджикистане произвели около 5 миллионов тонн цемента. Для страны это рекорд. Правда, высокие достижения в производстве не появляются на ровном месте. Цена таких рекордов – ухудшение экологической ситуации и здоровье жителей. В стране нет запасов природного газа, так что все предприятия работают на угле. Продолжит Анушир Ваналип. В этом жилом квартале на северной окраине Душамбе взвесь промышленной пыли присутствует в воздухе постоянно. Квартал находится между цементным заводом и ТЭЦ, которую в 2012 году построили китайцы по якобы современным технологиям. Оба предприятия работают на угле. Местные жители говорят, что дышать становится все тяжелее, а толстый слой пыли перманентно покрывает все окружающее. Ну вон, машины покрываются пылью, ведь у нас еще ТЭЦ есть, а ТЭЦ много пыли. Мы выросли в этой пыли. Пыль везде есть, ночью больше. Действительно, ночью больше пыли. Из-за серьезных экологических проблем Китай выводит за пределы своих границ все цементные производства. Они по праву считаются одними из самых грязных в мире. Одной из таких стран, куда уходят китайские промышленники, является Таджикистан. За последние четыре года производство цемента здесь выросло в пять раз. Если раньше Таджикистан завозил цемент, то в последние несколько лет уже экспортируют его в соседние страны. В Комитете по охране окружающей среды признают факты выброса в атмосферу вредных веществ, но утверждают, что все находится в пределах допустимых экологических норм. Для использования природы определены нормы, по которым проводятся выплаты предприятиями. Все объекты, которые наносят вред окружающей среде по существующим инструкциям, платят экологический налог, рассчитанный по уровню наносимого вреда. Предприятия, запущенные в последние годы, работают по современным технологиям. Согласно техническим исследованиям, превышения нормы вредных веществ в их выбросах зарегистрировано не было. И все же независимые экологи сомневаются в безвредности производств. Если бы это было так, Китай не избавлялся бы от таких заводов. Проверить, какое оборудование действительно установлено на этих предприятиях, независимые эксперты не имеют возможности. Их просто не допускают в цеха. То есть нам же никто не говорит, что это за оборудование, откуда оно привезено, с какими технологиями мы сталкиваемся. Нам просто говорят, что все хорошо, все замечательно, но какого-то подробного отчета мы как население не получаем. То есть, в принципе, мы все знаем, что Китай отказывается от своего грязного производства и как бы вывозит его в другие страны. Масштабный переход экономики на уголь может подсадить страну на грязное топливо на следующие 40 лет. А за это время даже небольшой ущерб может перерасти в глобальную катастрофу и в будущем может обернуться серьезными экологическими последствиями для всей страны. Очень важно не отставать от трендов всего мира. И наше государство тоже подписало климатическое парическое соглашение. У нас есть определенные нормы, которые мы должны выполнять перед всем миром. Поэтому наращивание вот такими темпами экономики за счет угля, это, конечно, противоречит вот этим вот требованиям. Рост промышленного производства Таджикистана идет неуклонно вверх. На сегодня власти считают, что важнее всего обеспечить людей работой. А экология подождет. Анушер Лунарипов, Насим Исамов. Настоящее время Азия. В Казахстане открыли горячую линию для жертв сексуальных домогательств. Несколько крупных общественных организаций и СМИ создали платформу Коргау-123. Их представители утверждают, существующая 123-я статья Уголовного кодекса о харассменте практически не работает. Дмитрий Беляков с подробностями. Название платформы Коргау переводится как «Защита». Ее создатели провели ряд исследований и собрали истории женщин, подвершихся насилию. Имена не озвучены и лица не показаны. Сегодня государство не обеспечивает им защиту. По словам авторов проекта, с сексуальным принуждением часто сталкиваются госслужащие среднего звена. В обмен на близость им предлагают работу, повышение зарплаты или карьерный рост. Более 70% опрошенных встречали в своей жизни сексуальными домогательствами в той или иной форме. Это, возможно, вербальное, невербальное, либо физическое поведение. Очевидно, что данные цифры отражают ситуацию далеко не полностью, так как многие жертвы предпочитают не сообщать. Понятие «домогательство» в Казахстанском Уголовном кодексе отсутствует. Единственная статья, 123-я, звучит как «понуждение к действиям сексуального характера». За время независимости по статье вынесено всего 25 приговоров, а за последние три года – ни одного. По словам адвоката Джухара Утибекова, основная проблема в том, что харассмент относится к делам частного обвинения. То есть жертва сама должна доказать факт понуждения. Весь сбор доказательства тоже возложен на нее, и полиция ей абсолютно в этом никак не поможет. Показаний свидетелей на практике будет для этого крайне мало. Лица, которые будут свидетельствовать в ее пользу, будут оценены, как будто они ее подруги, коллеги близкие. А другие коллеги, опять же, находятся в зависимости от работодателя, и вполне вероятно, не захотят свидетельствовать против него. Если жертве принуждения удастся довести дело до судебного приговора, максимальное наказание по 123 статье – один год лишения свободы, или штраф в 7,5 тысяч долларов. Общественники ратуют за ужесточение наказания и разрабатывают поправки в законодательство. Поделиться историей или получить юридическую поддержку можно конфиденциально по номеру 150. Дмитрий Беляков, Павел Ангельгард. Настоящее время. Азия. И последнее сообщение нашего выпуска. Атлет из Узбекистана завоевал золотую медаль турнира Арнольд Классик 2018. Он стал абсолютным чемпионом по бодибилдингу среди любителей. Михаил Волынкин – первый в истории победитель из Центральной Азии, который проделал путь от любителя до профессионала. Соревнования прошли в американском Коламбусе, штат Агайя. Долгожданную награду Волынкин получил из рук легенды. Семикратного обладателя Титуса Мистер Олимпия, кинозвезды Терминатора, а также организатора этого конкурса Арнольда Шварценеггера. В прошлом Волынкин уже становился победителем юниорского чемпионата мира в Мумбаи, чемпионата Центральной Азии в Алма-Ате, а также первенства Узбекистана, Азии и мира среди любителей. Благодаря победе Волынкин сможет участвовать в соревнованиях среди сильнейших атлетов-профессионалов. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго. Рожденные после СССР Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого. Патриархальные семейные ценности – это насилие. Очень непрост путь от человека к человеку. И что нас ждет в будущем? Демократия у людей просто ассоциировать и стаус. Сегодня ты даешь концерты, а завтра тебя забудут. Веду программу «Я» Тамара Леленкова на телеканале «Настоящее время». Почему вы решили сейчас вернуться к тому материалу, который вы собрали в этом фильме? Я руководствовался какими-то соображениями интуиции. Выбор президента Российской Федерации. Скажи, дедушка, за кого голосовал? Невозможно остаться нормальным человеком.